Здравствуйте! Прорвав блокаду города Даск в предыдущем уровне, мы попали собственно в сам город. И я не знаю, через кого эта блокада, потому что весь этот город кишит врагами. И пока мы это сделаем тихо, не привлекая внимания. Видите вон ту папость наверху? Мы ее убьем более защищенным способом, чем просто застрелим. Ну а пока, за нами сейчас погонятся бензопильщики, и мы их можем просто уничтожить вот этим кубиком. Упс. Вот так. Далее берем пистолет, ставим этот кубик сюда. Странно. И берем второй кубик. И с помощью вот этой вот самодельной лестницы запрыгиваем сюда. И можно взять вот эту канистру, а можно один из кубиков, чтобы убить вот этого чувака быстрым. Далее здесь есть много выбивки. Бахнем одну. И, в принципе, все, что мы тут можем сделать, это нажать этот переключатель. За барной стойкой откроет подвальчик. И зайдем этот телепорт, чтобы телефрагнуть ту самую пакость. Пробиваем эту вентиляцию, латаем второй пистолет, прыгаем в портал и начинаем уже убивать персонажей. Можем еще разбить стекло здесь. Это секрет по какой-то причине. Но, тем не менее, мы получаем автоматы и пенхаулы. Далее мы уже имеем базовый инвентарь. Можем идти дальше по уровням. Заходим сюда. Открываем вот эту вот очевидную секретную стену. Чтобы получить для себя дробовик. Еще не надо бахнуть. Далее идем сюда. В этой комнате ничего особо нет. А здесь желтый ключ. И попрыгаем на лестницу, чтобы взять охотничью винтовку, которую мы можем взять, правда, в самом начале, но я предпочитаю таким образом действовать. И хочу показать эту фишку интересную. Пройдя по этой стене вот здесь, можно выпрыгнуть за карту. И это не бака, недоработка. Это фишка. Все благодаря, видимо, вот этой вот, этому квадрату. И тут мы можем делать разные пакости. Вроде вот этой. Да, можем из-за стен убивать врагов. Даже вот этих ребят. Но мы этого делать особо не будем. Потому что, согласно вот этой надписи, нас здесь не должно быть и нас просят уйти. Это не секрет, но сзади дают достижение. Тем не менее, секрет находится в этом гараже за автомобилями. Далее мы пройдем туда, наверное. Да, зачистим этот гараж. И тут особо делать нечего. Единственное, что мы можем здесь взять эту бочку, взрывчатую. Оставить он туда и взорвать. Чтобы открыть еще один секрет. Точнее даже там. О, что? Эта стена должна была быть еще не разрушенной. Как она сломалась, интересно. По идее здесь вот трещина, да? Берете вот эту вот канистру и сваряете ее сюда, чтобы открыть. Ну, неважно. За ней второй секрет. И можем тут, я не знаю, развлечься вот таким образом. Ну и так же тут мало есть. Тем не менее, едем дальше. Напоминаю, у нас есть желтый ключ и мы можем пройти вот сюда. Как раз желтая дверь в подвале. Ой. Здесь немножко темно. Она здесь напугает пакость. А еще мышь тут есть. Отлично. Чего одна муж? Открываем эту дверь. Берем второй дробовик. Открываем ребят сразу заранее за той решеткой. И мы можем строгать сюда, за третьим дробовиковым. И вот этим переключателем, который открывает вон ту стену. Идем же туда. А за этой самой секретной стеной секретный красный ключ. Да, да. Ну и далее довольно классный бой. Взорвем тут немножко окружение. Далее нажимаем кнопку. И продолжаем уничтожение всего и все. Друг друга перебили больше, наверное, чем я их. Тем не менее, берем синий ключ и происходит вот это. Я немножко тут полутаюсь, с вашего позволения. Так, ну и если очень хочется, ракеты можно взять вот таким вот образом. Открываем синие ворота. И за этим порталом можно достаточно легко умереть, если запаниковать. Посмотрим, как пойдет. Мне очень повезло с бочками на самом-то деле. Так, выходим на улицу. Так, ну да, у нас должно... Два. А где еще один? А, боже он. Ну да. Последний противник за синими воротами. Но у нас есть еще один секрет, который расположен вот здесь. И это ракетница и... Арбалет. И еще немного развлечься с последним противником, который находится за этими воротами. Бьем его с помощью арбалета сквозь стену. Потому что это... Пакость. Она на месте. И мы можем спокойно выходить с уровня. Даск не разочаровывает на самом деле. Уровень, как всегда, прекрасен. И бои постепенно начинают набирать обороты. То есть, Даск довольно так это неспешно раскачивается. Такой тягучий немножко. Но чем дальше, тем бои интереснее. Ну и сам по себе город, он не перегруженный, не обескураживает сначала. Достаточно хорошо сделан. То есть, я помню свое первое прохождение, и я тут особо не плутал. То есть, было вполне понятно, на мой взгляд. Да, но тем не менее. Следующий уровень будет последним для первого эпизода. Я думаю, вы догадываетесь, что там будет босс. Ну да. Собственно, мы увидимся там. Благодарю вас за просмотр. И всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин